Всем привет, всем добрый день! Я сразу с утра хочу немножко по комментариям пробежаться. В первую очередь хочу поблагодарить одного единственного человека, который вчера ответил, ну не то что ответил, а дал мне совет на моё вот это вот состояние, то что меня, ну как бы, знобит, да, я вчера сказала подмораживает, знобит, да, правильно. У меня и сегодня такое же состояние, но это был один единственный человек. Спасибо, что вы мне ответили или дали наводку, что я должна проверить. Я проверила давление, у меня вроде давление, всё нормально. Следующий, а нет, ещё знаете такое, что вот обратная связь. Очень сильно нужна, ну например, для меня обратная связь. Спасибо этим девочкам, ну может мальчикам, не знаю, и мальчикам. Те, кто, вот если у меня кто-то что-то спрашивает, там ссылочку, там ещё что-то, я всем отвечаю, я всем отвечаю, даже те, кто мне пишет. Мои комментарии удалили молниеносно, девочки, это не я, я молниеносно комментарии удалить просто-напросто не могу. Я скажу честно, я удаляю кое-какие комментарии, которые касаются именно моих детей, а ещё в каком-то видео, ну это было уже, наверное, может месяца два назад, но какая-то особо одарённая оскорбила мою внучку, да, уже даже внуки не понравились, но есть такие, знаете, немножко, я их называю особо одарёнными. Я её не только удалила, но и заблокировала. Я не хочу, чтобы у меня на канале была такая, знаете, ну нездоровая атмосфера. Есть такие каналы, где там и маты слышно, и ругань, и постоянные возмущения. Ну, у меня вы, по крайней мере, на данный момент такого не услышите. Если вы меня хотите чем-то уколоть, то можете быть на 100% уверенным, мне ваш комментарий до одного места. Но вы на моём канале просто-напросто не будете присутствовать. Не, вы можете там где-то из-за кулис подглядывать. Здесь я никому не могу запретить подглядывать из-за кулиси. Но переговариваться с моими девочками адекватными у вас не будет такой возможности. Так, ещё один комментарий у меня вчера был. Это я не обижаюсь, я вообще не обижаюсь на комментарии, да, мне там написали, Таня, только не обижайся. Насчёт того, насчёт хлеба и насчёт решётки, что, Таня, у этой решётки есть ножки, на которые нужно ставить хлеб и поднимать ножки, чтобы хлеб остывал. Да, есть, я знаю. Но если вы ножки не поднимаете, здесь тоже есть пространство, да, здесь тоже воздух есть. Эта решётка не стоит прям полностью, да, на столе. Между решёткой и столешницей тоже есть место, где идёт вентиляция воздуха. Я не поднимаю ножки из-за того, что мне тогда камера не позволяет нормально снимать. Если я вот так поставлю, то у меня штатив, ну, ему не хватает высоты, чтобы вы хорошо всё увидели и услышали. Я знаю, если, когда я перестаю снимать, я могу спокойно поднять эти ножки и дальше, чтобы у меня хлебушек остывал. Распорядок сегодняшнего дня. Всех влюблённых хочу поздравить с Днём влюблённых. Это первое. Мне Сабрина говорит, мама, а тебе папа цветы принесёт? Я говорю, не знаю. Папа, что-то на работе, не знаю. Если он после работы заедет в магазин, то значит принесёт. Если не заедет, то значит не принесёт. Вот здесь уже как-то так. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Что ещё хочу вам сказать. У меня сегодня должна прийти посылочка с тема. Почему я знаю? Потому что я наблюдаю весь этот процесс, где-то мы, на каком этапе моя посылка должна прийти. Ну, если где-нибудь не потеряется в течение дня, то вам обязательно её покажу. Ещё сегодня будем делать салат со свеклой. Я сейчас всё подготовлю, чтобы вас сильно не напрягать. Ну, нужно всё будет просто-напросто измельчить. Потом скажу, что я взяла в этот салатик. Но со свеклой. Вчера же свеклу запекли в духовке. Салат вечером я вчера не делала. Оставила на сегодняшний день. Делаем салатик. Вот такую присыпку я взяла. Две штучки. У кого нет такой присыпки, можно добавить лимонный сок и всякие разные там приправы, которые вы любите. Так, чёрный перчик я добавляю тоже всегда. И растительное масло. В принципе, всё очень просто. Сейчас скажу, что входит в мой салатик. Свежезамороженный горошек. Сейчас от перца буду чихать. Консервированная кукуруза. Огурчики. Свекла. И красный лук, а ещё и фасоль. Вот такой вот салатик. Добавляем туда растительного масла. Всё перемешиваем. И наслаждаемся. Живу быстро разморозить замороженный горошек. У меня свежий замороженный зелёный горошек. Я просто его залила водой. Он постоял минут, ну, я не знаю, пять. Воду слила. И всё. И получился вот такой вот красивый салатик. У меня сегодня ещё в планах сделать ленивый Наполеон. Настоящий Наполеон можно было сделать вчера, чтобы он хорошо пропитался кремом. Но так как я вчера не сделала, у меня вчера было, правда, много очень работы, мне некогда было заниматься тортиком. Поэтому я сделаю сегодня ленивый. Сейчас попробую на соль. Если соли будет не хватать, то посолю. А если... Это винегрет? Нет, это такой салат. Салат. Попробую это, возьми тарелочку, попробуй. На соль, если надо, то я подсолю. Если на соль не надо... А, теперь мне надо тарелку брать. Можешь отсюда попробовать, на. Она бы отсюда попробовала. На. Я тоже оттуда попробую. Но другой ложкой. Просто вторую не возьму. Там ул. Есть. Жуй зубы почистишь. Куда ты теперь этой ложкой лезешь в салат? Еще хочешь? Ну тогда бери тарелку, накладывай. Это и будет твой обед. Ну, кому-то на работе у меня. Сабрина на работу собирается. Как вкусно? Солить не надо? Нет? Ну все, значит солить не будем. Сабрина, яблоки я вчера купила очень вкусные. Но здесь, в принципе, лука немного. Только одна луковочка. Ничего себе, ты тарелочка-то взяла. Ты с хлебом больше, ребят? Еще? Все? Еще? Нет, все, спасибо. Пожалуйста. Так, ну сейчас я тоже попробую. Салатик. Ммм, вкусный, да? Горошек свежезамороженный, он сладкий. И свеклу, которую мы вчера запекали в духовке, она прям такая сладкая-сладкая. Я вообще люблю свеклу, я могу просто так ее есть. Кстати, Сабринка тоже, да? Да? Да. Я бы свеклу просто вареную или запеченную, очень вкусно, да? Запекала. И собакины все здесь тоже собрались, скажут. Что-то ложками слышно, как шумят, значит, можно где-нибудь что-нибудь урвать, да? Соня, ты не ешь такой салат витаминный. Так, все, готовлюсь теперь к тортику. У нас будет тортик сегодня. У нас будет сегодня тортик. Ленивый Наполеон. Потому что я хочу. Ну и ты тоже, думаю. Вечером чай попьем. Да? Я худеть хотела. Ты хотела худеть? Ну ладно, я тогда это тебе не оставлю. Худеть хотела. Только начала готовиться. Только, думаю, сейчас займусь тортиком, потому что там нужно делать заварной крем. И ему потом еще нужно остыть. Ну, думаю, ну... Сабрина вернулась. Пока, ну я уже сказала, да, начала готовиться к тортику. И здесь пришел почтальон и принес мне посылочку. Посылочку я получила с ТЭМ и не только. Сейчас покажу вам, что я заказала. Я заказала вот такие вот баночки. На ТЭМ буду делать йогурт в баночках. Ну, сделал. По баночкам разлил. Ночь постояли. В холодильник убрал. Взял баночку. И... Хороший, не кислый йогурт у тебя каждый день. Я специально искала, чтобы были крышечки. Сейчас это все отправлю в посудомоечную машину, чтобы все это хорошо промылось. Крышки не буду отправлять в посудомойку, потому что они там деформируются. И бывает такое, что потом они закрываются. Так, упаковано идеально. Ничего нигде не разбилось. Не... Ну, что, закроешься? Это не надо. Короче. Я заказала 10 штук. Здесь две упаковочки. Еще с баночками. Так, это я потом отправлю в посудомоечную машину. Девочки, по вашей наводке я купила семена. Паприка. Мини-микс. Вот мне пришли. Семена. Я думала, будет красивая такая упаковочка. Ну, чтобы было видно, что там за паприка-то. Нет. Вот. 10 семян. Ну, я не знаю, цену я уже не буду говорить точно. Ну, где-то 2 уэра и плюс пересылка. Ну, в общем, какая-то или 2.40. В общем, точно не знаю. В общем, 10 семян. Вчера Карине говорю. Я заказала такую мини-паприку. Посажу у себя. У нас Павль обожает паприку. Он прям, может, постоянно ее есть. Знаете, на постоянной основе. Прямо даешь ему, он съедает. Приходит, говорит, да еще. Ему опять моешь, опять даешь. Он говорит, да еще. В общем, что такое? Что за привидение у нас в доме ходит? То там что-то стукнет, то там что-то грохнет. Вроде никого дома нет. Уже все, Саблина уже уехала. Не знаю. А Карина говорит, сколько ты заплатила? Я говорю, ну, не знаю. Где-то, наверное, 4,5 уэра у меня ушло. Ну, знаете, семена. Она говорит, пошла бы купила один кустик, говорит, за 5 уэра. Уже готовый, говорит, с паприкой поставила бы у себя в огороде. И целый сезон дети бы у тебя, говорит, паприку кушали бы. Я бы то одна паприка, а то у меня 10 семян. Но мне, конечно, столько не надо. Но кто его знает, как они будут расти, как они взойдут. В общем, я еще вчера хотела купить землю для рассады. Ну и что, забыла, забыла. Поэтому, ну, не знаю, сегодня не поеду в магазин, потому что у меня сегодня есть чем заняться. Может, завтра поеду в магазин. И мне нужно прям купить землю для рассады. Я уже хочу, правда, посадить паприку. Уже сегодня посмотрела прям видео. Выписалась на листочек все сроки, когда что нужно сажать. И нужно будет, ну, высаживать. А паприку и пепперони нужно уже посадить. Так, я купила. Где-то я, короче, на каком-то, на просторах интернета я увидела. Ну, и стала искать. И нашла, короче, знаете, где? На eBay Klein'ом цайке. Кому надо, могу ссылочку сбросить. Я, конечно, не знаю, сколько у девочки этого удавления есть в наличии. Кстати, во время переписки поняли, что мы обои русскоговорящие. С немецкого перешли потом постепенно на русский. Вы знаете, у меня прям уже такая это... Ну, не, ну, понятно, что человек, который не знает русского языка, не будет продавать эти продукты, которые производятся не на территории Германии. Ну, в общем, как-то так. В общем, кому интересно, да, кто успеет... В общем, девочки, ну, стоит, конечно, не дешево. Вот эта пачечка стоит 10 евро плюс пересылка. 2,70 я заплатила за пересылку. И еще она мне предложила марганцовку. Она говорит, может быть, тебе нужна марганцовка? У меня, в принципе, есть марганцовка, но я думаю, где я ее потом возьму, если вдруг она мне понадобится? Я думаю, ну, возьму пакетик марганцовки. Кстати, вы можете, если кто-то захочет, можете ей прям на русском писать, что у тебя еще, красавица, есть марганцовка, я тоже хочу. 10 грамм стоит 4 ой. Ну, я говорю, как бы, стоит не дешево, но никуда не денешься. Не, она, наверное, в немецких магазинах, ой, в немецких аптеках, наверное, тоже есть. Не знаю. Но, по-моему, мне писали девчонки еще в прошлом году, что она довольно-таки слабая. Ну, а наш это хорошее. Здесь я уже посмотрела, да, тут все, вся дозировка есть, на что, на чего, сколько, когда, что делать, в какое время нужно опрыскивать, в профилактических целях, в целях, чтобы не разводились всякие разные паразиты. Я уже просто жду, не дождусь, когда же у нас будет дачный сезон. Все, убираю, мою руки, мою стол, убираю банки в посудомоечную машину, и крышки, по-моему, уручную, и начинаю делать винилый наполеон. А, девочки, вот такой теркой, вот такой теркой я, ну, давила салат, ну, все, что огурцы, свеклу, лук, еще не помыла. Сейчас тоже уберу в посудомоечную машину. Девочки, баночки стоили 15 или 16, евро 10 штук. В общем, одна баночка такая, ну, евро 50 получилось, может, евро 60. Тесто у меня слоеное, обыкновенное, с видом. Буду выпекать так, как написано на упаковке, при температуре 200 градусов, вверх-вниз, от 20 до 20, по-моему, там даже от 15 минут, от 15 до 20 минут, вверх-вниз, режем вот на такие маленькие квадратики. Духовка у меня разогревается. В общем, это не имеет значения, они тут все одинаковые, не должны быть. Все, я отправляю в духовку при температуре 200 градусов, сказала, уже минут на 15-20. На столе резать намного удобней, чем как я делала перед этим на листе. Все перекладываю. Сейчас как первое, оп, соли, не упади, не пойдет. Все, не упали. Немножко их так управляем. Первое уже в духовке. Пока они выпекаются, сейчас будем делать заварной крем. Девочки, еще раз. У меня, короче, камера не включилась. Или я забыла ее включить. Делаем заварной крем. Здесь у меня 3 яйца, размера S. Если у вас M или L, можно взять только 2 яйца. Столовая ложка крахмала кукурузного. 2 столовые ложки муки. И нам нужен литр молока, обыкновенного молока. Я литр еще не добавила. Сначала добавила немножко, все размешала, чтобы не было комочков. Сейчас отправлю на плиту, на огонь. Будем его заваривать. Кастрюльку нужно взять с толстым дном, чтобы наш крем не подгорел. Если подгорит, будет такой горелый запах. Но это невкусно, придется все переделывать. Масло будем добавлять в самом конце. У вас так бывает, хотела добавить соли, и соль у меня просыпалась. Но я просто так соль не убираю. Я присыпаю немножко сахаром, только потом убираю соль. В общем, еще немножко соли добавляю. Ну, буквально щепотку в наш крем. Знаете, так для баланса вкуса. Ну, естественно, сначала сейчас здесь все уберу, и потом буду заваривать свой крем. Кто-то у меня спрашивал про плиту, что обозначает вот это вот место. Это, девочки, если у вас какая-то кастрюлька, например, или сковородка, ну, есть же такие маленькие сковородочки, да, и, в общем, на это место вы можете поставить кастрюлю нестандартную, любого размера, и у вас будет нагреваться вот именно то место, где стоит ваша кастрюлька. Вот здесь все, например, холодно. Можно, я не знаю, видно это будет или нет, можно, например, разделить как на две, конфорки. Можно одну большую оставить, в общем, по вашему желанию. Все, у меня плита на 9, я на пятерочке буду сейчас заваривать свой крем. Буду постоянно, постоянно мешать. Все это, естественно, я снимать не буду, потому что это будет долгий процесс. Но нужно постоянно мешать, чтобы крем наш не подгорел. Уже крем начинает густеть. Сейчас как немножко забуркает, я буду добавлять еще молоко и опять давайте к закипению. Можно это, конечно, все сразу делать. Ну, вернее, все молоко сразу вылить. Ну, мне это больше нравится. По уголочкам тоже хорошо проходим, по стенкам кастрюли. Потому что там тоже такие труднодоступные места, в них тоже может пристать крем, а потом подгореть. Смотрите, как у нас уже загустел крем. В общем, я буду смотреть по густоте. У меня здесь еще осталось, наверное, миллилитров 100 молока. Но если у меня крем будет уже такой, ну, нормальной консистенции, то я больше добавлять не буду молоко. В общем, как пойдут первые бульки, сразу отключаю. Видите, первые булочки уже пошли. Ну, вот еще буквально, там, не знаю, 20-30 секунд. Все. Отключаю. В общем, у меня ушло молока где-то, ну, наверное, 900 грамм. Такая вот консистенция меня устроит. И еще, когда остынет наш крем, он еще немножечко загустеет. Отправляю туда грамм 150, может быть, у меня, сливочного масла. Потом накрою пленочкой в контакт и оставлю остывать. Все. И смотрите, какой хороший, гладкий крем получается, без комочков. Я чувствую, вот я когда веду венчиком по низу, я чувствую, что у меня нигде ничего не пристало, нигде у меня ничего не пригорело. Но я действительно стояла и мешала все это время. Когда я даже камеру отключала, но я все равно мешала этот крем. Я его переливу сейчас в другую посуду, чтобы он быстрее остыл. Вот хочу показать. Видите, нигде мне так неудобно. Но вот даже по уголочкам в труднодоступных местах крем нигде не пристал. Вот смотрите, видите. Закрываю пленочкой в контакт крем и отправляю на улицу остывать. Пока наш крем остывает, я застелила пищевой пленкой посуду. Знаете принцип торта, когда делаю торт панчи? Такой же принцип. Сюда сейчас, потом будем сюда выкладывать торт. Формировать будем торт в такой чашке. Я немножко выпеченного теста убрала. Я сделаю из него потом крошку такую вот просто для присыпки. В этой чаше я буду все перемешивать. В общем, я разъединяю наши вот эти вот испеченные кубики в чашку и буду потом заливать их кремом. Сильно мелко это делать не надо. Так, пополам. Крем остыл. Убираем пленочку. перемешиваю и заливаю наше слоеное тесто. и перемешиваю. Я специально взяла большую чашку, потому что в ней удобно перемешивать. Все хорошо перемешали и отправляем в нашу заранее подготовленную форму. хорошо вот так вот прижимаем. Создаем такую форму. закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник для стабилизации. Мой тортик простоял в холодильнике 4 часа. Сейчас будем смотреть, какой он получился. сверху я его присыпаю крошкой. Ну что, сейчас посмотрим, как он выглядит в разрезе. Ой, какой он мягкий и нежный. Конечно, ему лучше простоять ночь в холодильнике. Вот такой он внутри. Ну и, конечно, он очень вкусный. В общем, чем дольше он стоит, тем, конечно, лучше. Ну, а мы сейчас садимся пить чай. Всем желаю приятного аппетита. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие!